Голландия не смогла расколоть ценнейшего агента Путина. Происшествие, авиакатастрофа. Бэй. На Украине 25 сентября 8-3 Голландия не смогла расколоть ценнейшего агента Путина. Почему Борисыч оказался Нидерландом не по зубам. Алексей Ильишевич. Комментарии в просмотров 14668. На фото, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских граждан, о освобожденных Россией в рамках обмена, фото. Не так давно в деле сбитого Боинга Украина и ее западные кураторы, казалось бы, обзавелись серьезным козырем с территории ДНР, был похищен бывший ополченец Владимир Цемах, позывной Борисыч. В 2014 году он числился командиром противовоздушной обороны города Снежной и якобы имел непосредственное отношение к трагедии. В ходе спецоперации СБУ вывезла Цемаха на Украину, заплатив за это высокую цену. Один разведчик погиб, другой потерял ногу. А через пару месяцев ключевого свидетеля по делу сбитого Боинга внезапно включили в обменный фонд, посадили на самолет и отправили в Россию. Укропатриоты всех мастей недоумевали и возмущались, когда Цемаху перед обменом изменили меру пресечения. На их усмирение незамедлительно был брошен медийный спецназ. Установка была следующая, лично Путин требует выдачи своего агента. С обсуждения этой темы, на минуточку, начался первый выпуск свободы слова Савика Шустера на телеканале Украина, за которым наблюдала вся страна. Читайте также. Зеленский затеял новую игру с Кремлем. Войну в Донбассе заворачивает в обертку Штайнмайера. Лидер одной из ультраправых партий Андрей Белецкий в студии говорил, что Борис Ич, оказывается, уже не просто ключевой свидетель. Он и виновен в гибели 298 человек. Как его можно отдавать? Антон Геращенко оппонировал, цемах преступник и негодяй, но что делать, если Путин за него ухватился? Если не выдадим его, то сорвется весь процесс обмена пленными. Тогда Сенцов, Кольченко, украинские моряки и прочие узники Кремля останутся на чужбине. В эфире ток-шоу «Процесс демонизации» Бориса Ича достиг своего апогея. Сначала он был ключевым свидетелем, потом незаметно стал соучастником, а с легкой руки Белецкого превратился в главного виновника преступления. И никто белого вождя не одернул. Не напомнил, к примеру, что до похищения цемаха его имя в расследовании вообще не фигуировало. По стечению обстоятельств о его вине заговорили только тогда, когда мужчина оказался в застенках СБУ. Так или иначе, информация о возможном участии цемаха дошла до представителей так называемой группы ЧИТ – Joint Investigation Team, которая занимается расследованием трагедии. И тогда выяснилось, что иностранные детективы к ключевому свидетелю до сих пор не проявляли никакого интереса. Еще раз два месяца цемах сидел за решеткой, а голландцы опомнились только накануне обмена. «Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить», – отметила пресс-секретарь Чет Брехтиван Демас Дейк. Логичный вопрос, почему до сих пор не поговорили? Почему столь ценным персонажем занимались исключительно украинские следователи, которые к делу сбитого Боинга вообще отношения не имеют? По словам Зеленского, все было несколько иначе. Президент Украины сообщил, что цемаха все-таки допрашивали. Кто именно допрашивал, не уточняется. Подразумевается, что голландцы. И тогда пазл окончательно складывается. Голландцы приехали, поговорили с Борисовичем и поняли, что никакого интереса для следствия он не представляет. В противном случае могла ли Украина выдать Россию человека, который якобы лично прятал злополучный бог? Да что там прятал, собственноручно ракету запускал. Белый вождь Белецкий врать не станет. Голландцы явно придерживаются другого мнения. От них Киев должен был услышать примерно следующее. «Делайтесь цемахом, что хотите, нам он не нужен». Разоблачить эту версию попытался экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. В своем фейсбуке он намекнул, что Нидерланды якобы хотели депортировать ЦМАХа. Допрос ЦМАХа состоялся. От сделки со следствием он отказался. «Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», – отрапортовал Луценко. В Конституции действительно написано, что украинцев нельзя выдавать иностранным государствам. А ЦМАХ гражданин Украины. Непонятно, правда, почему тогда его выдали России. Кстати, не только его, большинство из 35 человек, которые в рамках обмена пленными прилетели в Москву, были украинцами. Почему-то никто не вспомнил, что по закону это делать запрещено. Нормы Конституции чудным образом заработали только во время переговоров с голландскими следователями. Сам факт участия ЦМАХа свидетельствует о том, что ключевой свидетель на деле оказался пустышкой. Если бы он знал хоть что-то, его бы мигом доставили в Голландию. А украинскую Конституцию порекомендовали бы засунуть в одно место. Невнятный комментарий пресс-секретаря. Чет. Накануне обмена тоже закономерный результат аферы украинских спецслужб. Нельзя же так просто отмахнуться от ключевого свидетеля и тем самым макнуть официальный Киев лицом в грязь. Что тогда делать? Имитировать заинтересованность. ЦМАХ, говорите. Слышали, знаем, хотим с ним поговорить. Можно даже для приличия потребовать его выдачи у России. Генеральный прокурор Нидерландов так и сделал. То есть когда ЦМАХ фактически находился в руках у голландцев, они его брат не стали. Как только оказался в России сразу возникла нужда. Украинская власть из-за ЦМАХ оказалась в очень неприятном положении. Не выдать его означало сорвать обмен пленными. Выдать значит плюнуть в лицо родственникам жертв трагедии рейса. MH17. Можно было и не плевать, признав, что 58-летний снежнянский ополченец на самом деле к преступлению никакого отношения не имеет. Но это уже унижение собственной СБУ. Киев выбрал третий вариант, ЦМАХ. Конечно, очень ценная фигура, но у следствия и без того хватает доказательств вины России. Эту риторику поддержали представители. Болинкет. Которые ранее с подачи своих украинских товарищей тоже отводили Борисычу ключевую роль в расследовании трагедии Боинга. Не подполят ли бандеровцы нефтезавод Кума Путина Медвечука в Ростовской области дронами? Атака беспилотников на НПЗ «Сауди Арамко» открывает новую эру беспилотного терроризма. На Украине еще до обмена зазвучали голоса отдельных журналистов, которые говорили, что казус ЦМАХа – это чисто воды из рада. Другие все-таки настаивали на перемаге. Дошло до того, что освобождение пленных украинцев стало возможным только благодаря спецоперации СБУ. Если б ЦМАХа не перевезли, то обмена, скорее всего, не было бы, сделал вывод Михаил Саакашвили. То есть Путина буквально принудили отпустить его любимых политических узников. Дескать, очень он боялся, что ЦМАХ расскажет всю правду. Точку в этом вопросе как бы невзначай поставил помощник президент Украины Андрей Ермак, который по поручению Зеленского занимался вопросом обмена пленными. ЦМАХ не был суперважным, без обедников заявил он в интервью изданию «Левый берег». Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было. Ермак также деликатно намекнул на непрофессионализм украинских журналистов, что касается ценности ЦМАХа как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать, оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде. В общем, цирк окончен. Очередное доказательство вины России в трагедии Боинга оказалось пустышкой. Теперь об этом открыто заявили в команде президента Украины. И правильно сделали, Зеленский хоть и привык выставлять себя на посмешище, но он уже не на сцене. Авиакатастрофы, премьер Малайзии, расследование по катастрофе, Боинь, под Донецком нельзя считать объективным.